В этом году из 150 работ, которые приняли участие в конкурсе сочинений, комиссия отобрала только 13. А автор одной из них удостоился путевки в Москву. Лучшей работой признана сочинение ученицы 11 класса Тюнкубаска школы имени Александра Сергеевича Пушкина, Марины Алиевой. Старшеклассница и в прошлом году принимала участие в конкурсе, но тогда получить главный приз ей не удалось. Она взяла его в этом. Девушка остановила свой выбор на произведениях Ивана Сергеевича Тургенева. В этом году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня рождения классика русской литературы и автора лирической миниатюры об особенностях русского языка. Тема моего сочинения была проблема отцов и детей. Я выбрала эту тему сочинения, потому что в наше время эта тема очень актуальна. Многие родители и дети иногда могут быть ссоры, разногласия. И вот я хотела донести в своем сочинении то, что именно в то время, в 19 веке и в наше время, в 21 веке, эта тема все остается актуальной. Хотела донести то, что дружба, понимание, любовь могут укрепить взаимоотношения между родителями и детьми. Лучшие авторы конкурсных сочинений получили свои награды. И они действительно заслуженные, уверяют организаторы конкурса. Ведь в последние годы оценивать работы школьников становится сложнее. Приходится тратить много времени на выявление плагиата. К сожалению, благодаря интернету очень активно списывается, очень активно плагиат так и прет, несмотря на то, что они еще такие маленькие, они все это уже умеют. Мысль ребенка собственная, она сразу видна. Ее никуда не денешь. Если ребенок умеет рассуждать, он это читал, у него есть своя позиция, свое мнение, это уже никуда не скроешь. Вот оно, вот тебе готовое сочинение. 13 детей, которые сегодня здесь мы наградили, это уникальные дети, которые владеют русской речью, русским словом. Теперь организаторы областного конкурса школьных сочинений ждут нового художественного изложения своих мыслей и впечатлений победительницы уже по ее возвращению из столицы Российской Федерации. Зарина Шарипова, Амантай Ауильбеков, Саид Ахметов, информационная служба телекомпании «Утрар».